Добрый день! Проект «Юристы населения» уже действует в нашем регионе три года. Скольким людям за это время помогли? Проект «Юристы населения» на самом деле затрагивает две сферы. Это образовательная и консультационная, юридическая помощь населению. У нас проходят окружные правовые школы в муниципалитетах, края уже 11 в этом году прошло. И, соответственно, в этот же день мы проводим прием для жителей региона. Каждый житель может обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи. И вот уже в этот раз более 50 граждан получили бесплатную юридическую помощь на месте. Ну, то есть как это выглядит? То есть десант юристов высаживается в каком-то районе края? То есть отдаленные районы тоже входят в ваш маршрут? Да, конечно. В этот раз мы западные территории края взяли. Например, самые дальние районы это Кулунда была, Благовещенка, Родинский район Новоегоревка. Другие у нас, соответственно, муниципальные образования были. У нас юристы приезжают. Они вот 18 апреля выехали из города Барнаула и вернулись только 29 апреля. Каждый день они посещают новую территорию, проводят занятия для молодежи, в рамках которых рассказывают об основах трудового права, медицинского права, государственного устройства. И, соответственно, в этот же день оказывается прием жителей. У нас отдельные ребята занимаются этим направлением и проводят консультации. С какими вопросами чаще всего обращаются жители региона? Ну, структура вопросов такова всегда, что раньше было это пенсии, пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, различные выплаты, ЖКХ, недвижимость, наследственное право, семейные вопросы. Сейчас у нас, наверное, время такое. Начали появляться кредитные проблемы и кредитные истории. Это реструктуризация долгов, увеличение срока погашения долгов, иные условия, которые можно соблюсти, чтобы, соответственно, выплатить кредит и не остаться должником гражданам. Ну, а какую-то вот вы статистику ведете, вот скольким людям реально уже помогли, то есть чье дело вот взяли на контроль и довели его до конца, потому что понятно, что не все проблемы можно решить там, на месте. Конечно. А за три года у нас 517 человек обращалось на сайт юристы населения.рф по телефону нашему, соответственно, в муниципалитетах края, где мы более плотно работаем и сразу исковые заявления готовим. Вопросы самые разные. Например, даже не обязательно писать исковое заявление, в суде представлять интересы. В одном из районов нам задавали такой вопрос на сайте, обращались, да, педагогические работники по поводу дополнительных выплат. И уже после нашей консультации, вот мы приехали сейчас и нам сказали, на самом деле обратились к руководству с этой консультацией, разъяснили ситуацию, у них уже увеличилась заработная плата на 3 тысячи. То есть, на самом деле, вот это уже результат определенный, тот результат, которого мы хотим добиться. Ну, я правильно понимаю, что все эти консультации, они для людей абсолютно бесплатные? Абсолютно. Бесплатные консультации. Вот сейчас мы создали, конечно, одноименную автономную некоммерческую организацию юристы населения, где у нас предусматривается коммерческая основа для юридических лиц. Но мы четко разграничиваем физические лица, юридические лица, потому что, да, гранты президента мы получали на реализацию, гранты губернатора Алтайского края получали, программу развития деятельности студенческого ведения университета с помощью нее реализовывали в этом году. Но в дальнейшем, чтобы развивать эту деятельность, чтобы не только на государственной поддержке быть и помогать гражданам, вот такое направление мы сейчас вводим. Денис, скажите, а вот этот проект назрел три года назад, вот в связи с чем такая необходимость в нем острая появилась? Ну, сам я юрист по образованию, да, и мы уже в деятельности молодежного парламента занимались повышением электоральной активности, да. На самом деле у нас часто все мероприятия по повышению правовой грамотности молодежи ведутся в столице края. А вот с региона, ребята, молодые активисты, не часто выезжают в муниципалитет, и именно поэтому мы решили, что нужно муниципалитет и края привлекать. Я сам с Благовещенского района и прекрасно помню, когда был проект «Алтай. Территория будущего» в 2009 году, когда к нам приезжали активисты с города Барнаула, как мне это нравилось. Ну, а здесь, коли я юрист по образованию, юридическое направление, мы взяли, и вот на АТРе 2013 года родился этот проект впервые, да, и в 2014 году мы с ним выиграли конкурс и уже в дальнейшем начали реализовывать. Но вы же еще большую работу проводите вот как раз с молодежью, да, то есть есть у вас школа юного юриста, нечто подобное, да? Да, окружные правовые школы проводим, и на самом деле здесь спасибо органам государственной власти Алтайского края. У нас проект проводился в этом году при поддержке Алтайского краевого законодательного собрания всех уполномоченных по правам человека, защиты прав предпринимателей, по правам ребенка, при поддержке партии «Единой России», избирательная комиссия Алтайского края. Они все принимают участие. Депутаты уполномоченные вместе с нами преподают основы права молодым ребятам, и те обучаются этим основам, и, соответственно, в дальнейшем, может быть, кто-то даже захочет стать юристом, а если не захочет, то сможет защитить свои права более эффективно. Хорошо, ну а если, например, вот человек не смог по каким-то причинам прийти к вам на консультацию, где-то потом он может вот эту бесплатную помощь получить? Конечно, у нас специально сейчас, в декабря месяце запущен единый портал юридической поддержки правового просвещения граждан, юристы-население.рф. Там можно получить консультацию. В течение 48 часов юристы ответят через интернет, на электронную почту придет ответ, в личном кабинете можно его посмотреть. Есть у нас телефон 577726, по которому граждане могут обращаться и получать бесплатную юридическую консультацию. Хорошо, но вот о бесплатной юридической консультации, то есть это речь идет только о том, чтобы человека как бы направить там, в какую инстанцию ему обращаться, или если его нужно будет сопровождать, то есть писать там исковое заявление, представлять интересы в суде, то это уже как бы не входит в ваши линии? Нет, входит в услуги, мы готовы это делать, потому что на самом деле услуги юридические сегодня очень большая стоимость, есть этих услуг у нас в крае, в стране в принципе, да, и не всем она доступна. Мы также ведем и другую деятельность, не только постоянное сопровождение, но в рамках деятельности молодежного парламента работаем над расширением категории граждан, которые обладают от государства правом бесплатной юридической помощи. Вот недавно выходили с предложением детей, сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, по достижении 23 лет, чтобы они за вопросами предоставления жилья могли обращаться. Сейчас вопрос возникает по поводу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. То есть у нас идет комплексная работа, образовательная. То есть чтобы для этой категории граждан были какие-то льготы, да? Нет, не льготы, а бесплатная юридическая помощь. Хорошо, но если все-таки ваши специалисты оказывают эту помощь, то есть ведут дело в суде, каков вот процент выгодных дел, потому что понятно, что люди у вас работают еще молодые, то есть бывшие студенты, или это не зависит, не влияет на успех? А на самом деле, вот я сказал, да, цифру 517 человек, наверное, более 400, это просто консультации и вопросы граждан, потому что они бывают совершенно простого характера. Куда мне обратиться, звонят. Или звонят, спрашивают, а что будет у нас накопительной частью пенсии, да? На эти вопросы мы стараемся ответить и успокоить граждан, объяснить им что-то, да? Если возникает вопрос, например, недавно был вопрос по производственной травме. Здесь мы уже и в суд, в апелляционном. Ну, то есть были выгодные дела из всех этих обращений, да? Были, да, есть, конечно. Хорошо, ну смотрите, вы уже, получается, за три года 27 регионов края посетили, когда уже весь край объездите, чем будете заниматься? Ну, мы будем заниматься повторным объездом территории края. На самом деле вопросы нескончаемые, да, если окружные правовые школы мы проводим, и там вопросов-то не возникает, да, просто преподаем, то у жителей постоянно, каждодневно возникают вопросы. И мы сейчас живем в таком обществе, где без знаний права, без юридической поддержки решить их, к сожалению, сложно. Хорошо, а вот такие проекты, они реализуются наверняка же не только в нашем регионе? Ну, аналогичные проекты мы пока не встречали. Мы его выносили на уровень молодежного парламента при Государственной Думе, и даже после первой реализации от заместителя-председателя Государственной Думы Железняка Сергея Владимировича, соответственно, было письмо наше краевое законодательное собрание с благодарностью направления этой работы. Планируем транслировать этот опыт и в дальнейшем совершенно в других регионах подобные формы работы привлекать. Потому что комплексной такой работы, ну, наверное, пока что мы еще не встречали. Ну, а студенты, они охотно принимают участие? То есть это обязательно люди должны состоять в молодежном парламенте? Нет, совершенно. Студенты, юристы, те, которые готовы активно участвовать в общественной жизни края и региона, соответственно, здесь они могут принять участие, и мы всех приглашаем, и в зависимости от возможностей и желания принимаем нашу команду. Хорошо, спасибо вам огромное. Желаем вам успехов. Я напоминаю, у нас в гостях был заместитель председателя молодежного парламента Алтайского края Денис Голоборочка. Мы говорили о бесплатных консультациях юридических для жителей Алтайского края. Хорошего дня. Оставайтесь с нами.